Акварель. Какая акварель лучше? Привет, я Дарья Позняк. Сегодня я хочу показать вам, поговорить с вами об акварели Белой Ночи. Какие цвета из этой линейки на сегодняшний момент, 2019 год, я рекомендую покупать, а какие лучше поискать у других производителей. Я приложу под видео ссылочку на видео, в котором я более подробно рассказываю про параметры красок, на которые нужно обращать внимание при покупке каждого цвета, неважно в какой фирме вы выбираете цвет. Но сейчас хочу пробежаться с вами коротко, еще раз про эти три параметра рассказать. Итак, первый параметр светостойкость, количество звездочек. Звездочек может быть от одной до четырех. Вот в Белых Ночах до трех звездочек. Четыре звездочки бывают в других фирмах, и здесь только одна, две или три. Одна, две, я не советую покупать эти цвета, за исключением тех цветов, которых у вас уходит, например, много, или вы еще не нашли аналог этого цвета, он вам очень нужен. Тогда, конечно, вы идете на определенный компромисс. Примером является охра желтая, у нее всего две звездочки. Я сейчас заказала себе у Ван Гога охру, там параметры немножко лучше. Вот, если вы найдете себе этот цвет, на что заменить у другого производителя, отлично, лучше замените, конечно. Но, тем не менее, это не так страшно, как одна звездочка. Значит, первый параметр светостойкость. Мы будем рассматривать только цвета с двумя и тремя звездочками. Следующий параметр это прозрачность. Три варианта. Прозрачность, полупрозрачность и укрывистость. Для того, чтобы были чистые смеси из ваших цветов, которые вы выбрали, чтобы цвет был насыщенный, яркий, не уходил в грязь. Цвет желательно должен быть прозрачный, но в худшем случае полупрозрачный. Если мешать между собой укрывистые цвета, то на выходе будет грязь. Поэтому укрывистые цвета я вам не советую. Если только это, опять же, исключение, и вам нужен именно этот цвет, и тогда постарайтесь просто не засовывать его в смеси, а использовать его сам по себе. Потому что иначе он вам может развести грязь в картине. И третий параметр это количество пигментов. Мы стараемся покупать краски с одним, максимум с двумя пигментами. Опять же, если вам для ваших целей нужно какой-то определенный цвет, который имеет три пигмента, как, например, у индига, но вам нужен именно этот цвет, старайтесь не пихать его в смеси. Используйте его сам по себе для каких-то набросков, для заливки фона одним цветом. Используйте его для грязали, например. Но если вам нужен этот цвет, и вы хотите его использовать именно в живописи, лучше поищите его у других производителей с лучшими параметрами. Цвета, которые я не рекомендую покупать. Белила, желтая, кадми лимонный, кадми желтый средний, неаполитанская желтая, золотистая. Кадми оранжевый, лак оранжевый, железноокисная светло-красная, киноварь имитация, кадмий красный светлый, алая, карминовая. Бордо, розовая. По поводу розовых и лаков, всех лаков и розовый. И здесь проблема именно в звездочках, в светостойкости. Если вам нужны эти цвета, просто найдите их у других производителей с лучшими параметрами. Либо идите на компромисс, понимая, что именно этот цвет вам нужен, он есть вот только такой. Тогда старайтесь эти цвета не запихивать в смеси. Ну и вообще так пользоваться ими именно по необходимости. То есть для смесей используйте хорошие цвета, а именно когда вам этот цвет нужен, тогда да, вы понимаете, да, я иду на это с компромиссы, потому что мне нужен именно этот цвет. А у этих всех цветов, у них, например, у всех плохая светостойкость. Тогда все оправдано, и я вас призываю именно к тому, чтобы вы думали, какие краски вы покупаете, как вы их используете. Итак, дальше повторюсь, бордо, розовая, фиолетовая, розовая, фиолетовая, лак синий, травяная зеленая, оливковая. Оливковую, кстати, я заказала себе у Ван Гога, у нее лучшие параметры. Теперь я вам прочитаю те цвета, которые точно можно использовать, которые проверены лично мной, не только мной, моими ученицами, и они хороши в смесях, и они хороши как бы во всем, если, конечно, вам нужны эти цвета. Итак, во-первых, хочу сказать сразу про три цвета, из которых мы красим цветовой круг, и которые используем как базовый. Эти цвета никогда не подводят, они прекрасно мешаются. Из них действительно получается желтый с красным, получается действительно красивый, чистый, оранжевый. Из желтой с синим получается нормальный зеленый, и из синий и красный получается отличный фиолетовый. Это лимонная, рубиновая и голубая. Сейчас у белых ночей также появился цвет, называется синий. Он очень похож на голубую, и в принципе, если вы приходите за голубым цветом, а его нет, можно взять синий. Он и по параметрам очень похож, и по цвету, так что он тоже, в принципе, может относиться к базовым. Итак, начну перечислять цвета, которые точно хорошие. Лимонная, индийская желтая, золотистая темная, тициановая, очень классный, кстати, цвет, и в смесях, и сам по себе. Охо красная, шахназарская красная, венецианская красная, рубиновая, красный хинокридон, крапула, красный светлый, розовый хинокридон, фиолетово-розовый хинокридон, сиреневый хинокридон, фиолетовый хинокридон. Вообще все хинокридоны хорошие. Ярко-голубая, голубая, кобальт синий, синяя, ультрамарин, индотреновый синий, бирюзовая, изумрудно-зеленая, зеленая светлая, сиена натуральная, сиена жженая, умбра жженая, марс коричневый, воронежская черная и сажа газовая. По поводу черных, что могу сказать, воронежская черная теплый черный, сажа газовая холодный черный, они действительно хорошие. Я себе вместо сажи газовой купила у Виндзор Ньютон ламп блэк и очень довольна. Он классный сам по себе, он классный в смеси с кроплаком белых ночей. Они дают потрясающий бордовый, густой, плотный, очень хороший цвет вместе. Но также сажи газовой, в принципе, на него похожи. И последний список я вам зачитаю, это те цвета, которыми нужно подумать. Охра желтая, индийская золотистая, ультрамарин фиолетовый, циррулеум, лазурно-голубая, берлинская лазурь, индиго, зеленая оригинальная, желто-зеленая и серая пейна. По поводу индиго и пейны хочется сказать отдельно. Эти цвета у них, да, у них не очень хорошие параметры, но если вам нужно делать наброски, грязаль или заливать как-то отдельно фон, не пихать их в смеси, пожалуйста, используйте. Просто если вы хотите именно их использовать в живописи многослойной или в смеси, поищите эти цвета с лучшими параметрами, это возможно. Я себе даже сейчас индиго заказала у Ван Гога, там тоже не идеальный параметр, но они получше немножко, чем в белых ночах. И теперь про новые цвета белых ночей. В принципе, я сейчас поставила галочки, удивилась, что я везде поставила зеленые галочки, то, что в принципе я бы взяла себе попробовать. И тут, да, тут есть моменты, например, две неаполитанки, у них кривистость вместо полупрозрачности. Но как бы для неаполитанок это нормально. Но при этом у них один компонент и три звездочки, что отлично совершенно, поэтому у меня нет к ним претензий. Два красных цвета новых. У них проблема только в одном, что они не прозрачные, а полупрозрачные. Но в остальном они замечательные параметры показывают, поэтому я обязательно себе возьму оба попробовать. Кобальт бирюзовый. Тоже у него все прекрасно, единственное полупрозрачный. Но я думаю, что проблем с этим не будет. И второй кобальт лазурно-голубой, у него тоже самое. Я думаю, что нужно пробовать. Все цветы очень хороших параметров. Вот майская зеленая, единственная двухкомпонентная краска. Но я думаю, что это будет зато очень красивый, звонкий, яркий цвет. И его тоже нужно попробовать обязательно. А у Риалин, ну здесь вообще все прекрасно заявлено. Так что вот эти цвета я, скорее всего, куплю себе все и все попробую. Итак, мы поговорили с вами про акварель, как выбирать акварель, на что обращать внимание. Друзья, я совсем не призываю вас, чтобы вы пользовались именно белыми ночами или каким-то другим производителями. Я рассказываю вам, как выбирать цвета в той линейке, за которой вы пришли в магазин. Поэтому, если вам нравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Я могу снять такие же обзоры на других производителей, на те краски, которые они представляют на сегодняшний день на рынке. Спасибо, что были со мной. С вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч!